19 апреля на юридическом факультете Казанского федерального университета состоялось юбилейное открытие 20-х всероссийских судебных дебатов. Модульный процесс представляет собой сателлитное мероприятие экосистемы Казанского международного юридического форума. Это ежегодное соревнование по судебному красноречию среди студентов юридических вузов России. Ключевой целью дебатов является развитие навыков публичных выступлений, логического мышления, правовой аргументации, командной работы у будущих юристов и выявление у студентов знаний и практических навыков, используемых в профессиональной деятельности. Мероприятие проводится в формате имитационного судебного процесса, где команды представляют стороны обвинения и защиты по заранее подготовленному кейсу. Участники должны продемонстрировать свои знания, умение строить юридические аргументы, опровергать доводы оппонентов и убедить аудиторию в своей правоте. История всероссийских судебных дебатов, она достаточно, на самом деле, длинная для проекта, который инициирован был студентами, студенческим научным обществом юридического факультета. И тогда, 20 лет назад, конечно же, мы не думали, что он станет таким грандиозным, этот проект, поскольку он предполагает участие реально действующих судей, которые, собственно, выступают в качестве арбитров, жюри. И фабула дела, она также реальна. Всероссийские судебные дебаты играют важную роль в подготовке будущих юристов, предоставляя им уникальную возможность развить свои навыки в области судебного дела и правовой аргументации. Помимо этого, они также способствуют повышению престижа юридического образования в России и укреплению связи между юридическими вузами страны. В модельном процессе ежегодно участвуют студенты ведущих юридических высших учебных заведений Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Калининграда, Саратова, Екатеринбурга и других городов России. В качестве членов жюри выступают представители судебной системы, работники прокуратуры, практикующие юристы и ученые. Будет оцениваться, безусловно, владение юридической терминологией, владение законодательством, будет оцениваться убедительность при выступлении команд, способность говорить публично, обращаться к членам жюри и к публике, разумеется. План судебных дебатов обширен. Мероприятие разделено на два дня, в ходе которых для участников будут проводиться мастер-классы, лекции и интеллектуальные бои. Второй день мероприятия предполагает проведение симуляционного судебного заседания. 20 апреля будут подведены итоги всероссийских судебных дебатов. По словам конкурсантов, участие в подобных мероприятиях обязательно для всех, кто планирует работать по своей специальности. Это замечательный опыт. Попробовать себя в чем-то новом, познакомиться с участниками из других городов, показать себя действующим судьям и юристам, проверить свои знания на практике, потому что сюда приходят уже люди, которые близки к завершению обучения в университете. И это наша проверка своих знаний и профессиональных навыков. Что мы себе представляем как юристы? Вот поэтому я и решил принять участие в дебатах. И я надеюсь, что это будет крайне продуктивный и полезный опыт для всех участников всероссийских судебных дебатов и для меня в частности. Всероссийские судебные дебаты проходят по двум направлениям. Гражданское судопроизводство и уголовное судопроизводство. 2024 год стал юбилейным для студенческого судебного модульного процесса. Светлана Ситникова, Адалина Абдрахманова, Александр Антонов. Универ Новости. Продолжение следует...